Начальники, вы здесь? Алло! Как вам длина штанишек? Вот такая. Я ни с кем почти не общаюсь, мне не хватает общения, я общаюсь только с микрофоном и все. Как ваши дела? Так начинается общение. Я вот проснулся сегодня, пописал музыку и Костя позвал поужинать, пообедать с ними, с Робчиком и с Костей. Ездили в Ресте, кушали, потом ходили в магазин, там шмотки смотрели. Такой человый денечек. Купила билеты из Самары в Москву, поеду на Экстрим 15 июля. Ты будешь там? Да, я буду там. Можно ли как-то познакомиться с тобой? Как ты к этому относишься? Если что, мой ТГ хотел бы пообщаться. Я рад, что кто-то из моих ребят пойдет на Экстрим. Еще эта тусовка в Москве, она будет когда? 15 числа, да? 15 июля. Кто хочет, можете купить билеты, там еще есть, по-моему. Вот. И мы там с вами, кто будет? Мы там с вами пересечемся 100%, потому что я там буду среди всех людей шастать, ходить, прыгать, танцевать. Но я ни с кем не буду фоткаться на тусовке, потому что на мероприятии, если я начну фоткаться, я... Это для меня уже не отдых, а просто... Ну, я пришел пофоткаться. Вот такая тема. Поэтому на массовых мероприятиях я всем отказываю. Вот, Софа, по поводу знакомств... Ааа... Нет, конечно, можешь подойти меня обнять, но... Я не знакомлюсь. Я не знакомлюсь, мне это не нужно. Маркелов стримит? Че? Маркелов стримит? Егор, су... Жестко. Фоллоу. Помните те времена легендарные? Я, по-моему, даже на стриме его сидел тогда, когда он пиво хуячил. Помните вот это вот? За сколько он там секунд пиво выпил? Это какой год был? 14-й? Это было 10 лет назад. Ждешь новый альбом Фары? Не, не жду. Ну, когда выйдет, послушаю, порадуюсь. Фараон? Очень крутой. Фараон отец, факт. Это факт просто. Фараон отец? Кто бы че про него не говорил, чел шарил. Чел знал. Чел че-то знал. Че он делал и знал, что это будет популярным. Когда не было такой музыки. Даже сейчас слушаешь его треки 15-го года в ахуе просто. Я недавно послушал 5-5-5 минут назад, блядь, я в ахуе. Альбом Pink Floyd вечно можно слушать. Бля, хотел бы я ему руку пожать. Сказать спасибо, блядь, спасибо за детство. Хотите поиграть в свои любимые игры, но банально не можете пополнить свой кошелек через Steam? На выручку придет такой сервис, как Купикот. Сервис имеет самую маленькую комиссию на рынке, а введя мой промокод, комиссия на пополнение Steam составит всего лишь 16%. Вне зависимости от суммы пополнения. Для успешного пополнения не нужно указывать свой пароль или какую-то другую информацию. Просто пишите свой логин и играйте в любимые игры. На сайте также есть пополнение карточек турецких аккаунтов Steam. Если авторизироваться через Telegram или ВК, вы получите 50 бонусных рублей. Также для всех зарегистрированных пользователей будет действовать постоянный кэшбэк на каждое новое пополнение. Дополнительную информацию можно будет получить из соцсетей ребят, где они также частенько проводят розыгрыши на пополнение баланса Steam и не только. В описании и в закреплённом комментарии ты найдёшь все нужные ссылки и мой промокод для 16% на всё. Действие промокода ограничено, поэтому поторопитесь. Когда в Альтерсаль поедешь? Да хуй знает. Пока не планировал. Добавил с альбома треков 5. Как тебе пингтейп? Мне не сильно нравится. Слушай, я ни одного не добавил, я просто, ну типа, я даже не лайкал. Я даже не успел все послушать, я дослушал до 20-го, по-моему. Да, с Анатолием я ещё не слушал. Ну, треков 5 из 20 мне зашли очень. Ой, здорово, я сейчас лежу в больнице, у меня камни в желчном пузыре, нужно удалять желчный. Как я знаю, тебе его тоже удалили. Скажи, пожалуйста, как отходил от операции? Заметь, отходил от операции как? Проснулся, улыбался, я помню это, я видел перед собой врачей, я был счастлив. У меня просто истерика какая-то на меня напала, счастье от того, что я очнулся, и мозг начал понимать, что эта хуйня закончилась. Всё, типа, операция уже проделана, всё, нечего бояться. И я очнулся, улыбаюсь, радуюсь, и в моменте у меня отходит ещё больше анестезия. Анестезия. И я начинаю чувствовать боль, и я просто в реанимации лежу, возле меня врачи, я улыбаюсь ему вот так, как еблан, напротив меня лежит дед. Просто напротив меня лежит дед, который лежал не на ровной кровати, она почему-то вот такая была, поняли? Или приподнята, я хуй знает, что это такое было. Ну вот в таком примерно положении. Я ему, типа, улыбаюсь, машу ручкой, и в моменте я начинаю чувствовать боль, потому что отходит анестезия. Я так охуел, я начинаю орать, говорю, пожалуйста, обезболивающее, пожалуйста. Мне вкалывают что-то, я дальше засыпаю. Вообще это очень лёгкая операция, тебе не стоит переживать, брат. Удаление желчного пузыря, это по сложности для врачей примерно как чуть-чуть сложнее, чем удалить этот аппендицит, да, аппендикс. Очень много людей оказываются говном ебаным в жизни, которым от тебя что-то нужно, типа, и всё. И поэтому ты закрываешься, общаешься только с теми со своими, и очень редко кого-то нового пускаешь в свой круг общения. Это база. Скажи, пожалуйста, есть ли у Влада Куэртова девушка? У Влада Куэртова девушки нет. Ну, мне кажется, бывают по вечерам, возможно, иногда, но стабильно как будто нет. А какая твоя любимая песня? Посоветуй, посоветуй какие-нибудь. Какая твоя любимая песня, посоветуй какие-нибудь? Я хуй знаю, я меломан. Какой-то определённый у меня нет, я всё слушаю. Ну, мне много чего нравится. Пост Малона послушай. Первый его альбом, Стонный. Ты с Генсухой общаешься? Ну так, иногда, мало. В основном только из-за того, что мы, типа, живём в соседних башнях, и иногда, типа, там, можем позавтракать, ещё что-то такое. Ну, просто увидеться, пообщаться. Ну, так мы почти не общаемся. Честно-честно, клянусь. Честно-честно, клянусь. Сука, вы заебали вообще пиздец. У Генсухи там просто бунт, блядь, в чате. Её алды её уже ненавидят за эту хуйню. Её алды там просто вот, которые сидят там, нахуй, на раскладушках, которые её давно смотрят. Вот такие, ну, вот именно, знаешь, которые ревностные чилы, которые отстаивают то, что она должна быть такой андеграунд, блядь. Не забывать своих старых зрителей и делать всё, как они хотят, блядь. И, условно, типа, там, хуйланят за то, что она шипперится со мной, от меня приходит аудитория, там, про меня что-то спрашивают, смайлики пишут. Блядь, я этого вообще не понимаю. Людям делают какой-то контент угарный, они, блядь, ноют. Это фрики, Лёш, что ты хочешь? Да, блядь, ну, я не хочу ровнять, нахуй, всю аудиторию под одну гребёнку. Что значит? Это, условно, ну, хозяева, блядь, ну, всё. Значит, вы просто, блядь, детишки, нахуй, глупые. Это вот так же работает. Про вас, про аудиторию хозяев говорят, что вы просто глупые детишки. Ну, типа, ну, это же не так. Ну, есть глупые детишки, но, в основном, типа, обычные подростки, такие же, как и у фриков и так далее. Есть, конечно, разделение масс небольшое, там, условно, у кого-то они токсичнее, да? Чуть аудитория фриков, она чуть токсичная, но это значит, что они, типа, там, совсем другие, у нас пересечения. Но вы что, не смотрите никого из фриков, что ли? У нас аудитория смежная везде. Людям просто нужно разделяться в группировке. Просто аудитория хозяев меньше прошарена за твич. Ну, блядь, ну, типа, закрываться тоже от всего, от всего нового закрываться, ну, это, блядь, вообще неправильно. Что за хуня стоящая у тебя на голове? Это волосы. Я ничего с ними сделать не могу, они у меня вперед не ложатся. Они у меня не ложатся вперед, потому что они слишком короткие, пересаженные волосы, они только вверху так дыбом. И вот эти задние волосы, которые длиннее, из-за этих передних, блядь, пересаженных, я не могу опустить вперед, блядь. У меня просто вот такая, блядь, ракета ебаная, видите? Вот это. Взлетная полоса. Я жду, приходится вот такую хуйню делать. Я жду, чтобы они отросли, и я мог их, блядь, опускать. У монтажера Егора брал волосы. У Сани монтажера Егорика, да, вот такая вот. А какого года, Мак, у тебя? Последний. Кореш, корешок, привет, что думаешь насчет поезда? Кроссы вроде норм, пришли, но сомнения есть. Есть сомнения, я больше с поезда нихуя заказывать не буду, наверное. Вот чуйка какая-то есть, что какая-то хуйня с этими шмотками. Понял, что не буду экономить. Если покупаю, то покупаю. Покупать шмотку за 50 тысяч рублей и думать, что она паленая, лучше переплатить 20 тысяч, точно знать, что она оригинальная. Общайся с парадеющим. Не, не общаемся. Что за клавиатура? Dark Project. Еву помнишь? Это девочка из парка Горького с большим бюстом. Ой, что я сказал? Ладно, отмена в ТикТоке. Ну, как сказать правильно? Ну, ну да, ну, типа, этим запомнилось, ну что поделать? Врать не буду. Роденькие, как на твои фолликулы, да замечательно поживают. Обзор у них хороший, их затылка вперед посадили. Да, волосы собираюсь отращивать. Не, как в 2022-м, не, навряд ли. А, подожди, как в 2022-м, как в 2022-м это норм, когда уже были не кудрявые, а такие длинные. Я не знаю, это только маленькие девочки краш ловят на вот ту старую прическу, блядь, с розовой прядью и кудрявую. Ну, блядь, ну не, ну, ребят, извините, я хочу быть собой. Я не хочу быть с мазливым, блядь, мальчишкой с розовой прядкой. Ну, я уже с этим смирился. Меня ненавидят в ТикТоке, блядь. Под любой видос, который бы я не посмотрел, нахуй, меня везде хуесосит. И везде там тысячи лайков на негативных комментариев в мою сторону. Я такой, какой я и есть. Если прислушиваться к мнению людей, то всё, ты с ума сойдёшь. Потому что ты хочешь быть одним человеком, люди тебя хотят видеть другим. Ну и чё, блядь, всё, ты не можешь на двух стульях усидеть. Ты либо себя предаёшь, либо не предаёшь себя. Почему я не общаюсь с парадевичем? Блядь, общаюсь с парадевичем, ёлки-палки. Будет ещё стрим-хата, 100% будет. Что за шорты у тебя, смотри какие. Чёрные, если чёрные, то Аликс. Аликс Экспресс, да. Лёша, планируешь выжигать пигменты тёмных волос? Что? Я не выкупаю чё-то такое. Живи по такому принципу. Делай то, что тебе кайф. Что хочешь, то и делай. Это твоя жизнь. Сделал и сделал, значит в моменте хотел. Всё. Жизнь, она простая. Жизнь в моменте может просто вот так вот закончиться. Моментально.